САМОЕ ДОБРОЕ УТРО САМОЕ ДОБРОЕ УТРО Сережа, а что ты делаешь? Гипноз? Да. А зачем? Ну, чтобы у всех было. САМОЕ ДОБРОЕ УТРО САМОЕ ДОБРОЕ УТРО САМОЕ ДОБРОЕ УТРО Меня зовут Ольга Полищук. И пока вы собираетесь на работу, давайте поговорим о том, как вводить человека в состояние транса. Транс – это естественное состояние, при котором человек погружается в себя. Конечно, он может войти туда сам, без нашей помощи, но мы в этом ему можем помочь. Для чего? Сейчас расскажу. В первую очередь для успокоения. Вместо того, чтобы говорить слова «Успокойся», «Ди их успокойно», которые, кстати, очень бесят, можно ввести человека в состояние транса. И, естественно, транс нужен для внушения, потому что в это время критичность нашего сознания снижается до минимального уровня, и человек становится внушаемым. Итак, самый простой способ наведения транса – это создание в его голове каких-то приятных образов. Транс – это передача образов, именно так говорил Милтон Эриксон, создатель и основатель эриксоновского легкого гипноза. Представьте себе, что вы идете по осеннему яблочному саду, смотрите на окружающие деревья и в траве лежат свежие, только что опавшие ароматные яблоки. Поднимите одно яблоко, поднесите его к своему носу и вдохните этот чудесный запах. Когда вы научитесь включать в голове людей любые образы, вы откроете для себя новую главу влияния. Второй способ – это сказки, притчи, истории, рассказы. Когда мы слушаем какую-то историю, мы обязательно ставим себя на место какого-то героя, и потом еще очень долго вспоминаем, прокручиваем в голове сюжет этой истории. Конечно же, так бывает, когда мы, например, выходим из кинотеатра после просмотра фильма. Отличная возможность у вас появляется наводить транс тогда, когда человек и так находится в теплых, комфортных условиях. Например, сидит в уютном кресле или лежит у моря на песочке. В этот момент вы можете ему внушать все, что хотите. Очень хорошо наводить транс с помощью какого-то ритмичного звука. Например, вы включаете музыку, либо часы с громким тиканьем. Прекрасно подойдет просто кивание в такт его речам. А можно взять какой-то блестящий предмет, например, свои часы, и просто ритмично крутить ими, и в этот момент человек может входить в состояние транса. Замедление дыхания также приводит к тому, что человек погружается в транс. Этот фокус отлично проходит с детьми. Начинайте дышать вместе с ребенком, а потом замедляйте свое дыхание, и он вслед за вами также будет это делать. Через какой-то момент после транса ребенок может просто уснуть крепким сном. Также быстрый транс можно наводить какими-то неожиданными вещами по отношению к человеку. Например, можно хлопнуть внезапно, либо дотронуться до человека. И в этот момент он испытает быстрое состояние транса. Кстати, после чихания, вот сразу-сразу после чихания человек тоже находится в состоянии транса. Поэтому расширьте свой репертуар, и вместо «будь здоров» можете сказать «будь уверен», «будь богат», ну или «дай денег». Трансовое состояние можно наводить как на одного человека, так и на целую группу людей. Многие из нас это делать реально умеют. Давайте просто научимся это делать грамотно. И пусть сегодняшний день будет насыщенным, результативным и очень радостным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова